Приветствую гостей и подписчиков моего канала. Я Елена Мельсанова, я парапсихолог. И сейчас мы рассмотрим такой вопрос. Хочет ли он встречи с вами? Как обычно будет 5 раскладов. Представляете данного человека и выбираете одну цифру от 1 до 5. Этот расклад общий, то есть не настроен лично на вас. Поэтому, если вам нужна индивидуальная консультация, то в описании к этому видео вы найдете ссылки на условия моей работы. Итак, хочет ли он встречи с вами? Желает ли он встретиться? Хочет ли он с вами пообщаться? Лично. Причем встреча имеется ввиду реальная. Не по интернету там, не в скайпе, а именно вот реальной встречи. Хочет ли он с вами? Если вы, допустим, еще только по интернету знакомы, хочет ли он в реальности встретиться? Либо, если вы дома не виделись, то хотел бы он с вами встретиться лично. Смотреть будем на картах Кипер. Пять раскладов по три карты. Посмотрим, какие советы дадут карты, что они вообще скажут. Стараемся немножко разобрать данную ситуацию. Узнать, чего же он все-таки хочет. Итак, для тех, кто выбрал цифру номер один, хочет ли он встречи с вами? Желание-то, да, у него есть. Но вот он почему-то считает, что эта встреча ни к чему хорошему не приведет. Знаете как, он вас считает, вот вроде у него такая бравада, типа, да, кто-то такая. На самом деле он считает, что вы выше его, то есть, что он вас не достоин. Вот он такой прям, либо по положению по какому-то ниже вас, вот он считает, что он мало зарабатывает, либо, что вы слишком такая хорошая, вот, а он болван, а вы слишком умная, а он тупой. Знаете как, попробуйте немножечко, если вы общаетесь, как говорится, на расстоянии, или где-то на работе, либо по интернету, попробуйте немножко пообщаться с ним, как с другом, не как с мужчиной даже. потому что он вас слишком идеализирует. Немножко попробуйте, знаете как, показать себя чуть-чуть с худшей стороны, а то иначе уж больно он это считает, что вы прям для него слишком хороша. Немножко ваша, вашу вот эту позицию нужно немножечко снизить. Ну, тут еще, конечно, возможно, его боровада он это старается не показывать порой, но на самом деле вот карта показывает так. Так, расклад номер два. Хочет ли он встречи с вами? Вот прям весь-весь в сомнении. Вечно у него какие-то отговорки. Причем отговорки не только для вас, но и для себя. То он считает, что, допустим, на данный момент у него нет денег для того, чтобы вас куда-то сводить. То он считает, что у него нет времени, у него там работа. Ну, вообще у него какой-то пунктик на финансах. Вот даже не уверена вообще, нужен вам этот человек. В крайнем случае вот на данный момент как-то он слишком уже зациклился, зациклился на себе, на своих собственных проблемах. вот как будто бы вас-то особо в его жизни-то нет. Так, знаете, на заднем фоне вы где-то там увлекаете еще, не более того. Поэтому хочет ли он встречи? Ну, иногда бывает, да, прошивает у него, ну, вроде бы как бы надо, да. Но как такового большого желания нет. Да и вопрос, самый главный, нужно ли это вам? Человек сложный, очень сложный. Либо отложите эту встречу на неопределенное время, допустим, на полгодика, либо пускай там сам собой варится со своими проблемами. С собой сам занимается. Так, расклад номер 3. Учит ли он встречи с вами? Ответ, да. Тут практически 100%, да. Тем более он именно то, что было в прошлом, он там это все оставил. На данный момент он решает начать абсолютно новую жизнь с чистого прям листа. Даже если вы та женщина, которая у него была, он хочет абсолютно других отношений. Многое, что поменять. Именно он хочет именно создание семьи у него стоит на первом месте. Единственное, что ему может помешать, это некоторое его нетерпение, и он может наделать делов, именно вот поторопившись. Поэтому хочет ли он встречи, да. Можете с ним встретиться, но постарайтесь какие-то моменты. Он, знаете, сейчас будет все стараться делать, знаете, через монтаж. Чик-чик. Все быстренько-быстренько, не тянуть. И наоборот, как раз дайте ему время для того, чтобы вас позавоевывать. даже если вы женатой, как говорится, были в ссоре. Дайте ему именно время вот допустим повстречаться хотя бы месяцок. Хотя бы. Лучше чуть подольше. Он сейчас будет, как говорится, гнать, гнать. Но если он будет гнать, то ничего хорошего от этого не получите ни вы, ни он. Поэтому некоторая игра побольше легкости, немножко, знаете, так, заигрывание, но не подпускайте его близко к себе сразу же. Это касается не только секса, но и в свою душу, как говорится, быстро не подпускайте. Тогда будет все отлично. Так что хочется ли нам встречи? Да. Намерения серьезные, но притормозите себя и его немножко. расклад номер четыре для тех, кто выбрал эту цифру. Номер четыре. Хочет ли он встречи? Встречи, да, но, к сожалению, намерения его не очень серьезные, знаете, как слишком легкомасленные. скорее всего он хочет, как говорится, как говорят, на один раз, ну, на два. Поэтому на уме одни только развлечения, ничего серьезного. Так что тут для себя сами определите, чего вы-то хотите от него. если серьезных каких-то отношений там семьи, вы не тот человек, он к вам относится все-таки не настолько серьезно, как говорится, он хочет получить только для себя, провести время именно для себя и не более того. к тому же если вы с ним еще ни разу не встречались, но он вас приглашает в какой-то дорогой ресторан, сразу говорю, что итогом будет постель. Если же вы ему откажете, он будет очень-очень обижен и вы о себе узнаете очень много хорошего. Поэтому желательно бы вот с ним встретиться где-нибудь на нейтральной территории не там, где он будет на вас тратить деньги. Иначе придется отрабатывать. Вот, к сожалению, вот такой он человек. Ну, вот выходит так. Тут сами решайте, чего вы хотите. Так. И расклад номер 5. Для тех, кто выбрал цифру номер 5. Хочет ли он встречи? Встречи. Однозначный да. Причем встречи он хочет конкретной, не так, чтобы вот знаете, как встретились, привет, привет, пока, пока. Он хочет, если вы еще не встречались, то он хочет именно в реальности понять, какой вы человек, как говорится, прощупать. Будет очень много провокационных таких вопросов, потому что мужчина любит задавать вопросы, при этом смотреть на реакцию, смотреть в глаза. Поэтому вот тут вам нужно не придумывать что-то, а быть самой собой, чтобы не было потом каких-то неувязочек как раз. Так что встречи, да, он хочет, если же вы просто в ссоре находитесь, встречи, он тоже хочет именно посмотреть, как вы будете себя вести с ним, какой-то реакции, тоже провокации, тоже определенные будут. Поэтому перед этой встречей вам нужно самой себя настроить, именно что вы хотите получить от этой встречи, что вы хотите получить от этого человека. И просто быть самой собой. Все. встречи, да, он хочет, причем я говорю, что вот с некоторыми провокациями провокации обязательно будут. Настройтесь на это. Если он в ближайшее время вас пригласит на эту встречу или как-то выскажет свое желание для этого, то не отказывайтесь, смело идите, тут никакого особо риска нет, нет, просто настройтесь на такой вот на интересную такую беседу и не включайте какую-то игру, не нужно включать какую-то гордость, да, я не такая, я жду трамвая. Нет, напрямую говорите, вот прям что вы думаете, ничего придумывать не нужно, будьте самой собой, все. Итак, сегодня мы посмотрели такой вопрос, хочет ли он встречи, нужно ли с ним встречаться, карты дали мне три совета, я думаю, они помогут, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и всем пока-пока и до новых встреч.